Здравствуйте, на волне 101.0 программа о капитальном ремонте. Меня зовут Дарья Топузлива. Для начала мне хотелось бы представить гостей нашей студии. Это директор фонда капитального ремонта Кировской области Павел Сысоев. Павел Валерьевич, добрый день. Здравствуйте. А так как у нас сегодня импровизированная пресс-конференция, помогать мне будет с вопросами моя коллега Танаталия Дмитриева, журналист газеты «Источник новостей». С вашего позволения я начну. Времени у нас немного, поэтому задавать вопросы и отвечать будем максимально быстро, сжато, но информативно. Начну с темы, которая занимает умы, наверное, многих противников капитального ремонта. Партия «Справедливая Россия» сейчас собирает подписи по всей стране против взимания, собственно, платы за капремонт. Как вы вообще смотрите на перспективу этой инициативы? Есть ли у нее шансы? Потому что сейчас уже около миллиона подписей, насколько я понимаю, собрано. Да, я в курсе такой инициативы. Действительно, идет сбор подписей. Но здесь надо понимать, что у нас не за грамме выборы. И, скорее всего, эта ситуация связана именно с этим. Потому что, как бы кто ни относился к вопросу капитального ремонта, а дома ветшают, лифты приходят в негодность. К сожалению, даже это иногда приводит и к смертельным ситуациям. То же самое касается и всех остальных коммуникаций в доме. И поэтому, как бы, скажем так, не относились те или иные члены партии «Справедливая Россия» и других партий к этому вопросу, здесь надо понимать, основную цель, для чего создана эта программа и для чего собираются сборы на капитальный ремонт, это безопасность проживания граждан и комфортное условие проживания граждан. Потому что все хотят жить в достойных условиях, чтобы батареи грели, грубо говоря, вода бежала прозрачно из крана и так далее. Поэтому, скажем так, цель все-таки программы такая. И здесь именно, может быть, в большей степени партии «Справедливая Россия» хотят перенести эти расходы на государство. Но здесь тоже есть позиция уже и многих депутатов, и того же Дмитрия Козака, который недавно давал интервью, это зампредставитель правительства Российской Федерации. Он говорит, что у нас в многоквартирных домах проживают не все граждане Российской Федерации. То есть у нас достаточно много домов индивидуальных, тех, кто, скажем так, со своими земельными участками проживает. И получается, что оплачивая из бюджета вот такие расходы на капитальный ремонт, мы будем финансировать именно какую-то отдельную категорию жителей, которая проживает только в многоквартирных домах. Это не совсем справедливо, потому что налоги платят все. Поэтому вот именно никто не говорит о том, что не должно быть адресной поддержки и там отдельных категорий, малоимущих и так далее, и так далее. Это есть, это и дополнительные категории, как вы знаете, недавно введены федеральным законом, и у нас в области в Кировской приняты соответствующие документы. То есть именно если поддержка должна быть, она должна быть адресной, а не всем общим, скажем так, снижением того же минимального взноса или совсем отмены такого платежа. Поняла, да, вашу позицию по этому вопросу. Наталья, тогда слово вам. Является ли серьезной проблемой неуплаты взносов в капитальный ремонт или жители стали более ответственно подходить к этому вопросу? Действительно, у нас в прошлом году, в 2015, в самом начале, и даже, наверное, до середины года ситуация со сборами взносов на капитальный ремонт была не очень положительна, но, к слову сказать, это не только в Кировской области, это и во многих других регионах нашей страны. Но постепенно, со временем, к концу года, уровень собираемости дошел до планки 80%. То есть, на жилищно-коммунальные услуги для сведения примерно 95% у нас собираемость, поэтому нам, конечно, есть еще куда стремиться, но достаточно большая уже планка достигнута. На этот год у нас целевой показатель 85%. У нас на сегодняшний момент этот вопрос не очень критичен, потому что у нас идет еще работа с переходящими с прошлого года объектами, но в середине года и во второй половине года вопрос, он будет уже более критичен, когда нам необходимо будет и расплатиться с подрядчиками 2015 года, и, соответственно, по подрядчикам, которые будут работать, делать в 2016 году. Ну, для примера, вот мы в декабре коллегам ездили в Пермский край, у них собираемость была намного хуже, там порядка 20%. Мы опытом поделились, каким образом у нас идет работа в этом направлении. Ну, я полагаю, что отчасти от этого, может быть, еще... А если не секрет, что за опытом вы поделились? Ну, мы поделились опытом, каким образом мы работали по собираемости, по пеням, там и по отдельным категориям граждан. То есть, есть какие-то ноу-хау у Кировского фонда? Ну, не обязательно ноу-хау, мы просто рассказали, каким образом мы действовали, и, учитывая, что вот мы не так давно с директором Пермского фонда разговаривали, то есть, у них уровень собираемости достаточно хорошо вырос. То есть, они какие-то, наверное, наработки наши, скорее всего, на своей территории применили, и это имело какой-то определенный эффект. То есть, ну, я не скажу, что у нас очень большая собираемость, потому что тот же Татарсан у них 95% там и так далее, регионы есть выше, но этот уровень достаточно адекватный и вполне, скажем так, достойный. Павел Валерьевич, а сколько на сегодняшний день собрано средств собственников, и как идет их расходование? У нас на сегодняшний момент примерно миллиард 200 собрано. Это по счету регионального оператора, по так называемому общему котлу, и чуть более 100 миллионов – это средства специальных счетов. То есть, вы знаете, что у нас есть два способа накопления – это счет региоператора или спецсчет каждого дома. Значит, вот примерно 5% домов у нас выбрали специальные счета, и они накапливают средства отдельно. По ним государственная жилищная инспекция ведет отчетность, поэтому у нас данные есть, конечно, но мы за ними не так следим, как вот за своим счетом, за счетом регионального оператора. Ну и по расходованию. У нас на сегодняшний момент примерно по 700 домам из чуть более 1000 заключены контракты. Из них примерно 200 домов уже работы завершены и приняты соответствующими комиссиями. Произошла оплата. То есть, сумма тоже порядка 200 миллионов рублей уже ушла на такие работы. По остальным объектам, переходящим с 2015 года, у нас идут конкурсы. То есть, всего это более 1100 объектов. Соответственно, вот цифру 700 я назвал, по которым заключены контракты. Соответственно, вот примерно 400 домов они у нас в торгах. У нас срок завершения всех работ, переходящих с прошлого года, это 1 июля 2016 года. То есть, к этому времени более 1100 домов, переходящих с прошлого года, они должны быть завершены. На 1 января из них 156 объектов были завершены. Ну и кроме этого, у нас, конечно же, есть объекты 2016 года. Это также более 800 домов. По ним примерно по половине уже мы выставили конкурсы на изготовление проектной документации. Где-то до середины года мы ожидаем, что проектная документация должна быть сделана. И потом мы будем уже проводить торги на ремонтные работы. Здесь также вот хотелось бы отметить, что мы в марте месяца планируем направить уведомление собственникам, которые включаются в программу на 2017 год. То есть, для того, чтобы ускорить процедуру изготовления проектной документации на уровне министерства, было принято решение готовить такую документацию до года начала ремонта. То есть, если дом попал на 2017 год, то до 1 января 2017 должна быть уже подготовлена вся документация, то есть, вся проведена подготовительная работа, чтобы уже в 2017 году можно было сразу же торговать на выполнение ремонтных работ. А тем, кто уже платит за капитальный ремонт, чей дом уже включен в эту программу, как узнать, то есть, сколько средств собрано на дом, куда пойдут эти средства, когда будет проводиться в их доме капитальный ремонт? Да, действительно. И в прошлом году проводили независимые опросы общественной организации и вопрос, когда будет капитальный ремонт в доме. На самом деле, многие не знают, как на этот вопрос ответить. Информированность не очень высокая у жителей. Поэтому, конечно же, здесь есть все открытые источники. Это и сайт фонда, и сайт реформы ЖКХ общефедеральной. Сколько собрано по дому, также можно на общефедеральном сайте узнать. И у нас на сайте фонда мы ежемесячно выкладываем информацию. Можно узнать собираемость по своему дому. То есть, я могу по своему дому узнать, сколько внесено средств? Да, то есть, сколько начислено и сколько оплачено. То есть, уровень собираемости износов по расходованию на федеральном сайте реформы ЖКХ есть также выгружается информация по поводу уже выполненных ремонтных работ. Потому что многие платят и в социальных сетях, и не только. Много кто, когда по этой тематике рассуждает, они не знают, что ремонт в доме у них, хотя бы первый ремонт какой-то один из многих будет проводиться в ближайшее время. Потому что у нас, как я назвал цифру, более тысячи объектов в прошлом году, 800 в этом году. Всего у нас в программе 10 тысяч домов. То есть, видите, что примерно 10% из этой цифры каждый год тот или иной вид работ в домах выполняется. Поэтому здесь не совсем правильно говорить, что неизвестно, когда мы дождемся капитального ремонта и так далее. Ну и здесь мы также хотим несколько изменить свою работу. Есть желание, уже работа в этом плане проводится. Вешать таблички на многоквартирные дома, те, которые попадают в ремонт на соответствующий год. То есть, это с информацией? Пока информация по 2016 году, вот те 800 с лишним объектов, мы планируем заказать таблички, повесить, чтобы люди, которые в нем проживают, видели. Ну и затем уже 2017, 2018, 2019 у нас план трехлетний разрабатываться на три года. По ним также будет проводиться работа, чтобы люди заранее были в курсе и видели, что у них на доме будет такой-то, такой-то вид работ, например, в 2016 году. А можно изменить как-то сроки проведения капремонта, то есть, если жильцы считают, что крышу, например, нужно ремонтировать гораздо раньше, чем указано в сроках? Да, у нас есть такие ситуации, скажем так, есть два основных способа сделать ремонт раньше. То есть, если вы имеете в виду такой вариант, это либо открыть специальный счет, накопить средства на этом счете и сделать необходимый ремонт раньше. То есть, по такому пути пошли некоторые дома и некоторые даже устанавливали больше тарифов, чем вот 7-10 у нас установлен. То есть, вот, например, там один дом установил тариф 20 рублей, они накопили за год определенную сумму для того, чтобы начать замену лифта. Либо второй вариант, если в общем котле находитесь, то такой вариант тоже уже, скажем так, показал свою работоспособность. Вот буквально сегодня с утра я по шести домам подписывал соответствующие документы, это люди сделали ремонт раньше срока, за свой счет, представили нам соответствующие все необходимые документы, и мы сделали зачет тех средств, которые они потратили. То есть, например, вот по дому электроснабжения стоит полмиллиона, они потратили из своих средств, и мы вот на эту сумму им после зачета не выставляем платежки. То есть, примерно там года полтора, ну, например, вот по этому примеру, по электрике, люди в доме не будут получать наши платежки синенькие по взносам. То есть, пока вот они эту сумму не вернут. То есть, эта ситуация возможна в том случае, если, например, вот там в 25-м году или там, не знаю, в каком-то более позднем ремонт, а он действительно требуется, и есть соответствующее заключение комиссии. То есть, в такой ситуации мы проводим зачет, и, как вам так, средства собственников не собираем. Но есть еще один вариант, который также стал возможен после соответствующих изменений в конце прошлого года, это замена видов работ. То есть, если, например, вот три месяца сейчас будет у собственников, по 2017 году они смогут, например, вместо крыши какой-то другой вид работ у себя на доме сделать. То есть, здесь, конечно, надо учитывать ту сумму средств, которые на дом выделяются. Но, в целом, механизм есть. Но для этого нужно проводить дополнительно какие-то работы или просто желание собственников достаточно? Виды работ поменять, для этого достаточно протокола общего собрания. То есть, например, если вместо крыши им надо там водоснабжение, к примеру, с водоотведением, они на общем собрании этот вопрос могут решить. Спасибо за объяснение. Наталья? В ближайшее время рост тарифов не планируется? Да, у нас по коммунальным услугам с 1 июля рост по фонду по взносу на капитальный ремонт мы устанавливаем тариф раз в год, с 1 января. С 1 января текущего года у нас взнос 7 рублей 10 копеек, он не увеличился в сравнении с предыдущим годом. На следующий год размер взноса будет установлен правительством Кировской области. Ориентировочно, наверное, это будет так же, как и в прошлом году, в сентябре месяце, при формировании бюджета. Здесь есть определенный нюанс, потому что к нам поступили предложения от правительства рассмотреть вариант дифференциации тарифа, то есть разбить его в зависимости от категорий домов. То есть вот, например, на последнем заседании комитета по ЖКХ и рабочей группе по жилищно-коммунальному хозяйству поступило предложение от администрации города Кирова добавить такой вид работ, как пожарная сигнализация на многоквартирных домах повышенной этажности. То есть вот, возможно, скажем так, когда будут приниматься такие решения по дополнению видов работ, может быть и рассмотрен вопрос по такой дифференциации тарифа и по его увеличению для каких-то отдельных категорий групп домов, к которым вот такой вид ремонта относится. Ну а плановая цифра на 17-й год есть повышение? Плановая цифра на сегодня у нас есть, 7 рублей 50 копеек. То есть это та цифра, которая прописана в постановлении правительства Кировской области. А можно еще в двух словах напомнить о том, какие произошли изменения в законодательстве в плане компенсации взносов за капремонт отдельным категориям граждан? Я так понимаю, на последнем пленарном заседании изменения эти были внесены? Да, действительно, у нас в Кировской области на последнем законодательном собрании вопрос по отдельным категориям рассматривался. Это касается пожилых людей старше 70-80 лет. Соответствующие изменения вносятся с 1 июня текущего года. И достаточно подробную пресс-конференцию проводил министр социального развития Кирилл Лебедев. Вот у нас на сайте фонда и на сайте правительства есть соответствующие отсылки. Поэтому вот кто этим вопросом интересуется, я вот рекомендую все-таки переадресоваться туда, для того чтобы получить более квалифицированное пояснение. То есть вот основная мысль в том, что собственники пожилые, они должны быть именно собственниками помещений и должны быть одинокопроживающими и неработающими. То есть есть свои определенные особенности. И, конечно же, самый важный момент, это идет компенсация тех средств, которые человек потратил уже. То есть монетизация льгот идет таким образом, да, действительно, и по этой категории, по всем другим. Именно после того, как человек уже оплатил взнос, ему идет компенсация. Потому что в наш адрес поступало достаточно много писем о том, что вот мне там больше 80 лет, хватит с меня брать взносы. То есть зачем вы посылаете эти квитанции? То есть квитанции мы обязаны в любом случае посылать всем. И человек должен оплачивать, потому что если есть задолженность за капитальный ремонт, то никакой компенсации уже не будет. Поэтому вот этот момент, он достаточно важный. И сейчас, пока, скажем так, вот все эти изменения в законодательство вступают в силу, необходимо продолжать всем собственникам оплачивать взносы для того, чтобы в дальнейшем, если им положена компенсация, вот такая компенсация им предоставлялась. Время у нас истекает. Наталья, я думаю, вы успеете еще один вопрос задать. У нас очень многие кировчане интересуются, почему берут двойную плату, скажем так. Жители платят и за текущий, и за капитальный ремонт. Можете объяснить? Ну, если коротко, я могу пояснить, что текущий ремонт – это латание дыр, там где-то крыша прохудилась, заплатку поставить и так далее. А капитальный ремонт – это полная смена конструкции. То есть если крыша меняет, то полностью. Если трубы меняются, то меняются они все. И, конечно же, управляющая компания, которая собирает средства на текущий ремонт, она капитальным не занимается. И поэтому здесь разные источники и разный смысл вот таких расходов. Просто раньше капитальным ремонтом никто не занимался. Занимались только текущим ремонтом. Капитальный был добровольный, и поэтому, скажем так, вопросов ни у кого и не возникало. То есть сейчас, раз взнос стал обязательный, то вот порядок он такой. А о текущем ремонте жильцы где могут узнать, то есть о том, что проводится? О текущем ремонте, конечно, управляющая компания должна отчитываться. Причем не так давно Министерство федеральное разработало необходимый акт, соответствующий акт, который собственники должны подписывать, подтверждающий, что работы по дому по текущему ремонту выполняются. Потому что здесь не исключены какие-то злоупотребления со стороны управляющей компании. То есть за ними необходимо также следить за тем, как расходуются эти средства. Павел Валерьевич, спасибо большое за ваши ответы. У нас сегодня в студии прошла небольшая пресс-конференция. Вопросы задавала я, Дарья Топузлива, и моя коллега Наталья Дмитриева, журналиста газета «Источник новостей». Ответ держал директор Фонда капитального ремонта Кировской области Павел Сысоев. До встречи в следующий раз. Надеюсь, мы еще увидимся и еще поотвечаем на вопросы, которые волнуют жители области. До свидания.